Салют подписчикам канала Атом ОСЕМ и случайным зрителям этого видео. В очередной раз в выходные посетил ОШАН и в отделе с электроникой на этот раз решил купить мега дешевую USB флешку на 128 гигабайт за 890 рублей. Это самая дешевая флешка такого объема, которую мне удалось там найти. Не так давно я делал обзор на самую дешевую SD карту памяти на 128 гигабайт из того же ОШАНа. Мы провели тест объема и скорости чтения записи этой карты, и она оказалась хорошей. То есть карточка годная, и сейчас работает в фотоаппарате, на который я пишу это видео. В общем, в этом видосе протестируем флешку на 128 гигабайт за 890 рублей из ОШАНа. А в конце вынесу вердикт, можно ли покупать или нет. Также расскажу, на какие параметры стоит обратить внимание при выборе флешек, так что не переключайтесь, будет интересно. Приятного просмотра. Если верить данным из интернета, самые первые USB флешки появились в 2000 году. Тогда и началось вытеснение других носителей, таких как компакт-диски, дискеты, про которые уже вообще никто не помнит, что это такое. В общем, на сегодня, наряду с жесткими дисками, флешки остаются популярными физическими носителями данных. И все благодаря удобству, в которое входит компактность, перезапись, объем и дизайн. Касательно дизайна, на Алиэкспрессе, к примеру, есть вот такие флешки, или вот такие, а еще вот такие, и еще хреново туча различных дизайнов, на любой вкус, цвет, объем и кошелек. У нашей флешки стандартный нейтральный дизайн, но вот фирма Ultramax вносит сомнения при покупке, когда на слуху такие производители как Adata, Kingston, Transcend, Sandisk, но оттого наш тест и становится интересным. Я нашел в интернете официальный сайт Ultramax. Похоже, что его сделали за две минуты на коленке, но да хрен с ним. Интересно, что в каталоге, среди кучи различных флешек, я не нашел наш экземпляр. Все дело в том, что на рынке существует множество подделок, которые при заявленных характеристиках им не соответствуют. То есть объем флешки 128 гигабайт, а по факту она выдает ошибку, когда вы заполняете пару гигабайт. Поэтому мы будем проверять флешку в первую очередь на ее реальный объем, ну а потом уже на скорость чтения записи. Для проверки объема на комп я скачал программу H2 Test V. Через нее мы проверяли объем SD-карты, через нее же проверим флешку. Подключаем флешку к компу и смотрим. Объем чуть в меньшую сторону отличается от 128 гигабайт, но близко к нему, это нормально. Теперь в нашей программе H2 Test V выбираем язык английский. Также нажимаем Select Target и выбираем флешку USB Disk D в нашем случае. ОК. Нажимаем кнопку Write Plus Verify. ОК. И начинается долгий тест. Программа записывает блоками информацию и читает ее после записи. Флешка, например, на 8 гигабайт будет тестироваться порядка 40 минут. Пока идет тест, расскажу, на что еще стоит обратить внимание при покупке флешки. Для USB накопителя важным параметром является стандарт 2.0 или 3.0, который определяет потенциальные возможности устройства. Например, USB 2.0 флешки в теории должны обладать скоростью 480 мегабит в секунду, но в реальности не достигают и 250 мегабит в секунду. USB 3.0 может достичь теоретической максимальной скорости 4.8 гигабит в секунду. Визуально накопители разъема стандарта 3.0 отличаются наличием внутри пластика синего цвета. Кстати, необычно было увидеть, что наш сегодняшний накопитель сделан в Корее. Ну вот, друзья, прошло много времени. Первый раз компьютер завис вообще на тесте. Я решил попробовать сделать на другом компьютере тест, но на середине завершил и опять вернулся к этому китайскому бюджетному супер ноутбуку, чтобы все было по фэн-шую. Короче, судя по тесту, результаты хорошие. Видим одобряющую надпись test finished without errors. В общем, флешка соответствует заявленному объему, это уже радует. Сейчас открою флешку, покажу вам как файлы выглядит на ней. Видите, она забита полностью, осталось 384 килобайта свободных и вся флешка забита вот такими вот блоками. А вот так вот выглядит результат для поддельного накопителя, где заявленные 64 гигабайта по факту оказываются с 7 гигабайтами. В принципе, за 890 рублей для хранения большого объема данных флешка подойдет на ура. Я собираюсь использовать эту флешку за место переносного жесткого диска. На ней можно хранить черновые работы видео. Запустили программу Crystal Disk Mark. Вот в этом выпадающем окне выбираем диск, в нашем случае диск D. Все остальные окна оставляем по умолчанию и нажимаем клавишу All. Вот такой результат получился. Не идеально, но в параметры 3.0 вписывается. В итоге мы имеем годную флешку хорошего объема с удовлетворительной скоростью чтения и записи за 890 рублей. Это победа, друзья. Я ссылку на покупку этой флешки из магазина Ашан оставлю в описании под видео. Можете купить и вам привезут в ближайший Ашан в пункт выдачи товаров. У кого Ашана рядом нет, можете купить годные флешки с Алиэкспресса. Тоже за приятную цену. Ссылки на все это барахло в описании под видео. Теперь вот думаю, чего бы еще пойти купить в Ашане на обзор. Если есть идеи и предложения, пишите в комментариях. Обозрим, протестируем. На сегодня все. Заходите на канал, подписывайтесь, если хотите, и берегите себя и своих близких. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok